Всем привет! Сегодня я буду мастерить брошь, текстильную брошь из экологических, из натуральных тканей в стиле Шебешик, Боха, вот такую натуральную. Для этого я взяла все натуральные ткани, натуральное кружево и будут у меня натуральные бусины деревянные. Вот тут лен, бязь, двунитка, льняное кружево, вот вся она будет такая живая, натуральная. Итак, для работы, вот смотрите, я взяла, отрезала просто произвольный кусок двунитки, это может быть любая льняная ткань. Я нарезаю ее абсолютно произвольными квадратами, выдергиваю нитки, это неплохо, если она заминается, вот тут затягиваются ниточки. Я их немножко обтрепываю, вот, ну, чем грубее, тем симпатичнее потом будет. Вот, ну, примерно, чтобы у меня получились плюс-минус одинаковые квадраты. Их можно взять, ну, сколько вам хочется для того, чтобы объем получился нужный вам. Ну, у меня будет их 8 штук тут получилось. Лишние выбрасываю ниточки. Вот такие вот они, мохнатые, небрежные слегка. Вот. Потом, есть у меня кусочек джинс старых, он будет у меня как основа. Я буду к ней, к этому кусочку пришивать, ну, все свое добро. Потом, есть вот такая льняная ткань, это у меня были под что-то заготовки с вышитой мережкой, вот такие хвостики аккуратные торчат. Вот, вот она у меня будет, как фон для броши, нижний. Ну, иглы понадобятся. Дальше. Вот такие бусины оливкового, зеленого, такого приятного цвета, деревянные. Вот такие бусины. Ну, и хлопковый шнур строительный. Вот самый простецкий. Ну, и, возможно, я там пару бабочек пущу еще для украшения. Забыла самое главное. Еще обыкновенная нить, очень прочная для сшивания этой броши, потому что я не буду использовать клей никакой здесь. Я буду все сшивать. Ну, и булавочка для того, чтобы потом ее укрепить. Вот. В общем, я нарвала, заготовила, обтрепала. Вот, 8 кусочков у меня получилось. И сейчас я начну с них именно. Буду их складывать. Итак, начинаю я с того, что сначала складываю все свои 8 кусочков. 8 кусочков мне нужно сложить любыми произвольными формами, для того, чтобы у меня получился такой мохнатенький цветочек. Ну, это все примерно. Вот, складываю какой-то складочкой, там, как вам больше нравится. Здесь у меня зажеванный лепесток получается. Я его на видное место поверну. И прошиваю иглой. Просто делаю несколько закрепительных стежков, для того, чтобы эту складочку сохранить. Можно, конечно, капнуть туда клея, но получится потом брошь немного жестковатая. Примерно так. Берем следующий. Можно ниточек побольше вытащить. Добавляем сверху. Все это делается в произвольном порядке, чтобы создать такую небрежность. То есть, их необязательно. центр к центру пришивать. Их можно подальше друг от друга. Ну, то есть, накладывать вот так. Тогда будет цветочек объемнее. Можно, конечно, серединка к серединке. Тогда будет более компактный цветочек. Ну, я пошиве делаю. Так. Аплодисменты. Все это делается. Вот так. Вот так. Сейчас я попробую. ну и так все лепестки по очереди вот я собрала все свои кусочки вместе у меня очень удачно концу закончилась нить и посмотрите какое пышное безобразие у меня получилось мохнатое такое будет изнанка вот лицо ну и сейчас естественно я буду украшать это кружевом иначе какой же шебешик без кружева натурального вот кружева у меня шириной 3 сантиметра можно взять пошире но это будет зависеть от вашего цветка от ваших размеров и сейчас я буду просто собирать на нитку складочки в произвольном порядке опять же не буду делать их слишком тугие и маленькие потому что мне нужен объемный цветочек вот кстати конец кружева я подвернула чтобы не торчали нитки и спрятала под самый верхний лепесток вот он как бы у меня будет выходить прямо из лепестков собственно начинаю прошивать я закладываю такие складочки чтобы кружева пошире легло ну стараюсь сразу так как заложить чтобы не плоско было это все добро а торчало то есть чем пышнее тем лучше получаются такие бантовые прямо складки а Вот мое кружево уже все вшито Получается вот такая пышная серединка Ну и теперь мне этому цветочку нужно сделать тычинки А тычинки я буду делать из вот этого строительного шнура Вот, я хочу, чтобы они у меня были такие объемные, длинные Чтобы их было хорошо видно То есть я нарезаю, ну нарежу примерно сантиметров по 10-12 кусочки шнура По 13, там как получится Ну пусть будет 4 Да, ну то есть у меня получится 8 тычинок Вот, на конце каждого шнурка, на обоих концах я завязываю просто узелочки Завязываю, затягиваю их Это для того, чтобы шнур сильно не лохматился И мне кажется, просто так интереснее будет Вот, и сейчас я буду пришивать свои тычинки к моему цветку Просто буду в серединку Вот они примерно одинаковые И чуть-чуть на разной высоте Буду их просто к серединке пришивать Опять же, в разном порядке Но пришиваю я их очень просто Протыкаю шнур не в середине, а приблизительно И просто за один раз его притягиваю Вот так Можно сделать больше тычинок Наверное, даже отрежу еще шнура Ну да, просится сюда еще пару отрезков, наверное Вот так Вот так Вот так примерно по кругу Ну вот я вшила все свои тычинки И теперь я пришью самый центр своего цветка Это будет у меня большая зеленая бусина Вот Вот Ниточка у меня уже есть Бусина очень крупная Я пришью ее несколькими стежками Чтобы она попрочнее держалась Теперь тычинки мешаются Ничего, отведем их в сторону Ну ничего, отведем их в сторону Мелкими Мелкими бусинами То есть я хочу просто нашить их Ну столько, сколько их попросится Штучек Вот прямо между тычинками Вот прямо между тычинками В целом Вот изнанка Вот изнанка Сейчас я хочу Вот этот лоскут С мережкой Сделать основой для него Для этого цветка Ну, квадрат это слишком скучно Это не очень красиво Я соберу маленькие складочки По углам Чтобы Вот Выглядывала из-под цветка мережка Ну, чтобы не было прямых углов Можно заколоть булавочек Булавочками примерить Ну, сейчас буду смотреть Ну, крутила, крутила И на мой вкус Вот эта форма больше всего Подходит именно для моего цветка То есть я защиплю Прошью буквально по несколько стежков Эти малюсенькие складочки По 3 мм буквально Вот У меня как раз цветок Хорошо ложится И видно и мережку И получается неровный край Вот как раз то, что мне нужно Вот Ну, собственно Прихвачу Сами складочки А затем Пришью Аккуратненько Весь цветок К этой основе Вот я прихватила Уголки Нитками в цвет И, собственно, теперь Начала уже пришивать Сам цветок К этой основе Я просто Мелкими стежочками Буду протыкать Ткань основы Насквозь А цветок Где-нибудь Между лепестков Между лепестков Стежки Можно делать Покрупнее А вот Со стороны Основы Стежки Нужно делать Меленькие Аккуратные Аккуратненько Аккуратненько Прихватив Аккуратненько Аккуратненько Ткань Покрупнее ну вот так по кругу все нужно прошить вот можно лепестки захватывать поближе к краям можно как я подальше ну подальше тогда получается более такой подвижный цветочек вот собственно все готово у меня все закреплено и теперь остается придумать крепеж но у меня будет это булавочка я просто пришью несколькими стежками булавку к основе вот но тут можно еще кстати пришить какой-нибудь шнурок какую-нибудь тесьму для того чтобы привязывать этот цветок потом что вы будете им украшать допустим сумку или подарок или еще что-нибудь или одежду вот выбирайте чем вы будете крепить этот цветок и к чему вот я пришью сейчас булавочку я пришила булавочку и теперь я добавлю изюминку виде бабочки к моей броши пришью ее на самом открытом месте пожалуй вот здесь вот моя текстильная броши готова я надеюсь видео было вам полезным оставляйте комментарии ставьте лайки и оставайтесь с нами всем пока